здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказал о том как я решил купить ноту на корзину из четырех акций и сейчас я покажу что из этого получилось мне пришло письмо в котором было вот ну там что-то было написано стандартно и поручение на структурный продукт номер вот такой значит дата поручения 30 10 то есть вчера до вчера срок действия поручения 5 рабочих дней покупка опционно информация о клиенте я код корзина активов алроса моекс нлмк сберпрефы активы код инструмента алроса и и син код инструмента моекс и син код инструмента сберпрефы время определения начальной цены актива в 17 часов московского времени равна цен не последней сделки с активом в основном режиме торгов на соответствующей площадке указанной составе корзин на указанный поручение момент времени в торговый день предшествующий предшествующий дню исполнения поручения в скобках заключения сделки то есть вчерашнее время в торговый день предшествующий дню исполняем вчерашний день сейчас мы посмотрим время определения текущей цены актива ну вот так вот вид структурного продукта автокол дата погашения 29 10 20 ставка купона 20 процентов годовых сумма инвестирования 100 тысяч рублей то есть минимальной суммой я вошел валюта инвестирования рублей барьер отзыва 100 процентов сейчас мы об этом поговорим барьер купона 85 процентов барьер поставки 85 процентов но я думаю что до барьера поставки дело не дойдет вот купонные периоды купонная дата номер один 29 11 2019 года то есть 29 ноября будет первый период наблюдения если все акции все четыре акции выросли то соответственно все будет закрыто и мне выплатят мой месячный мою месячную как бы мой мечный доход и плюс все 100 тысяч рублей то есть я получу там 1675 1667 рублей вот такое письмо мне пришло теперь смотрите что я получил в личном кабинете вот открываю свой личный кабинет смотрю структурные продукты вот вы видели что я перевел туда сто одну тысячу рублей было написано что нужно что комиссия будет 10 рублей вот посмотрите результат активы 100 тысяч девятьсот девяносто рублей результат за сегодня минус 10 рублей то есть это самая комиссия у вас есть свободные средства 990 рублей которые я назад переброшу я просто на всякий случай перебросил побольше ну черт его знает вот следующее исполнение 29 10 2020 так это отразилось у меня в личном кабинете теперь давайте перейдем на биржевой терминал вот я сделал такую вкладочку специальную на алрос и нлмк сберпрефы и моекс вот посмотрите вот у меня так значит давайте посмотрим сейчас на акции мои вот у меня сейчас я сказать получается что вчерашний день надо было ставить вчерашний день у нас был об 31 31 30 16 00 вот он вчерашний день у меня стоит 30 число и вот где-то здесь вот она стоит вот вот пересечении вот этого и этого если вы видите то там я написал стопроцентный барьер отзыва вот он так вот он вот барьер отзыва видите да барьер отзыва по алросе теперь дальше я отмерил линеечкой вот такой вот ну вот такой вот диапазон чик получилось у меня 15 процентов я отмерил и в размере 15 процентов поставил вот она вот линия синенькая 85 процентов то есть сто процентов минус 80 минус 15 процентов 85 процентов это барьер купонные на самом деле теперь смотрим что будет вот желтый квадратик это как раз и есть вот по размеру желтый прямоугольник а то будут придираться ко мне будут говорить что я не отличаю квадрат прямоугольника но я его первых отличаю во вторых посмотрите вот пожалуйста вот он квадратик вот смотрите вот он желтый прямоугольник высота этого прямоугольника соответствует ровно 15 процентов от начальной стоимости но я так посчитал ну примерно здесь я бы не сказал что точно уж так получилось но примерно соответствует 15 процентов от начальной цены вот и так я сделал со всеми акциями алроса нлмк мосбиржа и сбербанк префы все акции все четыре акции которые входят в эту корзину теперь смотрите если вот видите же желтенькие прямоугольнички прямоугольнички вот если смотрите следующая дата смотрим следующая дата у нас будет двадцать девятого ноября и двадцать девятого ноября что мы увидим если все четыре графика будут выше чем вот этот вот желтый прямоугольничек то я получаю свой купонный доход и мне возвращаются все мои сто тысяч рублей вот а если они хотя бы одна из них окажется внутри желтого прямоугольничка то соответственно я получаю только купонный доход фиксируется значит и дальше мы переходим до двадцать девятого декабря до следующей даты наблюдения вот что произойдет даты наблюдения расписаны были в том письме которое я вам показывал вот и пока пока самое худшее из этих самых худших из этих графиков находится внутри желтого прямоугольничка самый худший то я буду получать до тех пор пока не просто он выйдет а именно внутри в период наблюдения на дату наблюдения то есть между датами он может выходить сколько угодно и хоть вверх хоть вниз но на дату наблюдения двадцать девятого ноября будь здоров стой на месте там где надо внутри желтого прямоугольничка самая плохая из этих акций какая она из них будет я не знаю если все четыре выскочат вверх то все все закрывается если хотя бы одна из них внутри желтого прямоугольничка все нормально если хотя бы одна из них ниже чем желтый прямоугольничек то купон не выплачивается и до следующего периода наблюдения до следующего двадцать девятого числа в следующем месяце смотрим если вернулась то есть эффект памяти значит выплачивается сразу за два месяца если не вернулась значит запоминается что не вернулась и переходим дальше и так далее вот и в принципе вот вот он такой принцип ноты очень наглядно очень доступно и здесь купонный барьер соответствует барьеру поставки то есть смотрите если нота дожила если вдруг нота дожила до конца срока и в конце срока хотя бы одна из этих акций будет ниже ниже чем желтенький прямоугольник чем нижняя граница желтенького прямоугольничка вот тогда я получаю на 100 тысяч рублей мне дадут отгрузят вот именно эту акцию на 100 тысяч рублей с округлением естественно меньшую сторону разница будет рублях вот по той цене по которой вот сто процентов то есть но здесь если я тут же я захочу продать то я теряю соответственно те деньги которые но между реальной ценой и той которая будет она будет ниже вы понимаете да вот и вот этой ценой ну вот вот такие деньги я тогда потеряю если больше 15 процентов если я моментально продаю если я не моментально продаю если я сижу с ней и жду пока она вырастет пожалуйста я могу сидеть сколько угодно можно ли здесь потерять все деньги да можно можно потерять все деньги если например компания алроса или компания нлмк или компания мосбиржа или компания сбербанк объявят себя одна из этих компаний объявит себя банкротом тогда мы полностью теряем все свои деньги вот но если сбербанк объявить себя банкротом не хочу вас расстраивать то ваши денежки которые лежат у вас сбербанке тоже будут потеряны вот ну и искать мосбиржа трудно представить чтоб мосбиржа объявила себя банкротом алроса но вряд ли нлмк тем более вот поэтому значит соответственно риск потерять все деньги но это примерно равносилен риску глобальной войны с инопланетянами и падению астероида вот ну то есть он есть конечно но он какой то такой совсем совсем далекий вот ну а я думаю что честно говоря что я буду честно говоря думаю что он закроется в первый же период вот так вот потому что ну видите нижняя граница но пока низкая алроса сейчас на минимумах вот посмотрите алроса где находится вот она давно-давно падала вот и упала я думаю что она вырастет давайте посмотрим то же самое ш с так 24 ноября это что у нас нлмк ну где то вот так нлмк то же самое нлмк последнее время падал почему потому что сталь падает в цене ну на самом деле сталь еще может упасть в цене поэтому здесь нет не будет ничего удивительного если он опустится до 120 например или даже до 115 но то ничего страшного не произойдет что с мосбиржей что с мосбиржей а мосбиржа вообще вот так вот себя ведет видите да она она не опускалась ниже так сказать не видали такого вот и соответственно со сбербанком ну сбербанк естественно опускался он поднимался и опускался сбербанк сейчас на максимуме я думаю что сбербанк легко может как раз и опуститься вот вниз но вряд ли он опустится ниже чем 184 как здесь вроде как нарисовано вот поэтому давайте следить смотрите кто-то запасается чипсами пожалуйста ребята то есть как угодно смотрите радуйтесь если я потеряю или так сказать не радуйтесь это зависит от того чего вы желаете мне ну а я собственно говоря много не теряю но я почти уверен что я заработаю сейчас пожалуйста поставьте лайк я показал вам как я это сделал смотрите за моими видео наблюдайте я буду возвращаться регулярно к этой ноте и может быть в следующем месяце я возьму еще одну ну посмотрим по результатам на сегодня все лайк подписка колокольчик спасибо за внимание с вами был дебятков юрий до встречи пока ну пока